Друзья, всем привет! Вы на канале Стефника по жизни. Кто-то может быть помнит мою замученную жизнью бензопилу Штиль 180. Когда-то она мне прислалась по почте, убитая в хлам. Короче, здесь коленвал, подшипники, поршневая китайские. Здесь только оригинальное зажигание, карбюратор, глушитель. Так, и я, наверное, уже месяца три назад купил вот такой набор. ЦСП-125-14, номер один фирма, китайская, насадка на болгарку. Из болгарки можно сделать пилу. Таких роликов полным-полно, причем давно вышли. Я тоже себе прикупил, что мне сразу не понравилось. В общем-то, я не смог им воспользоваться. У меня вот этот диаметр, который на болгарку, вот этот корпус одевается, он не подходит. И вообще, какой-то легкий, хлипкий алюминий я бы, честно, и не стал бы использовать. Потому что как-то ненадежно. Как по мне, все опасно. Когда берешь пилу, в руках держишь, дозуешь, ты как бы чувствуешь, что у тебя крепкость в руках, ты знаешь, куда надо резануть. А здесь вдруг этот корпус сломается, нахрен, шина улетит, не дай бог еще в лоб отскочит. Но, сейчас я ее и прилеплю. Три восьмых, один и три. Все как нам и надо. Насколько она здесь? Двенадцатая. Ну, такая коротышка. А что мне надо это? Да вот, смотрите, сколько приволок дровишек. Мои вот эти корявые. Они все сырые. Это щит лежал, еле дотащил его. И надо мне попилить. И что пила-то без дела стоит? Здесь темная такая звездочка на барабане. Короче, этой пилой на товарами работали. Пока не спалили ее в хлам. Ну и, походу, с 2006 года и работали. Так. А мы сейчас... Я все на нее шину искал. И тут у меня этот набор валяется уже. Три месяца. И меня осенило. Думаю, почему бы не воспользоваться им. Не поставить. Оттушила. И ей сейчас какие-то мелкие сучки. Все это запросто можно будет пилить. Короче, когда что-то снимаешь и что-то делаешь, очень часто бываешь, нифига не получается. Так наружу. Так, знаешь, бывает такое. Клупендриваешься перед кем-нибудь. Там, на мотоцикле или еще начал. Обязательно. Или жахнешься. Или какой-нибудь казус. Случится неприятно. Так что лучше не выпендриваться. У меня пар идет. На улице мороз. И как бы оттащил я этот щит. Блин, я весь вымок. Так. Сейчас. О, а у нас что с натяжителем-то? Чего у нас тут такая красота? Чего он вылезет? Так. Ладно, я сейчас поставлю и включу. Везде какой-то обман. Блин. Нифига не подходит, не хватает. Натяжителя надо чуть выше вот здесь сделать отверстие. Тогда должно все подойти. Ну, что хочу сказать. Отверстие просоверил я без проблем. К чему это хочу сказать? А то, что я Штилевскую шину убитую пилил, делал с нее съемник. Я ее отжигал. Вместе с печкой. Отсужал. Я ее потом еле просверлил. А это вот спокойно. Без всяких термообработок. Ну, это можно сказать о том, что какая здесь хорошая, качественная сталь. Как она вообще-то закалена. И сколько она прослужит в итоге. Ну, это предварительные такие выводы. Что будет дальше, покажет время. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. летом даже поршневая прихваченная но недавно пила была на на родном карбюраторе богатила а это а их же не настроишь а это наоборот беднила на родном поменял местами это теперь нормально работает это нормально такие вот блин чудеса бывает сейчас еще немножко попилю на это за кадром ну короче немножко доработал и это шина с этого набора вот мне еще и пригодилась а сам набор ну как я могу совет давать на покупать это уже вам решать покупать вот это или нет на мой взгляд это так лучше купить или бензопилу сейчас ее может любой купить такую например или на аккумуляторе такой небольшой меня ролик сегодня всем пока увидимся